Процедура голосования 17, 18, 19 сентября будет проходить максимально бесконтактным способом. Для обеспечения безопасности здоровья участников избирательного процесса в Самарской области делается все необходимое. На каждом участке при входе проводится термиметрия и установлены защитные экраны. Всех голосующих обеспечат индивидуальными наборами, в которых будут маска, перчатки и ручка. На каждом избирательном участке, где, возможно, будет предусмотрен отдельный вход и отдельный выход, чтобы развести потоки избирателей, будут везде наклеены сигнальные ленты для того, чтобы у нас избиратели могли соблюдать санитарную дистанцию. Готовность избирательных участков проверили представители общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Я хочу отметить, что совершенно четкая работа и самое главное, что все необходимые правила санэпидемнадзорные, установленные, мы выполнили в полной мере. Это было совершенно доступно и понятно. В 63-м регионе будут работать 1785 постоянных избирательных участков и 17 временных. На всех используют видеонаблюдение. Впервые оно будет вестись в течение всех трех дней голосования. Под обзором камер – ящики для голосования, КАИБы и сейфы, где будут храниться сейф-пакеты. Избирательные бюллетени из пеленосного ящика для голосования перемещаются вот в такой сейф-пакет. Он имеет серийный номер и индикаторную ленту, вне которой не менее двух членов участковой комиссии должны поставить свои подписи. Трансляция видеонаблюдения с избирательных участков будет доступна на служебном портале кандидатам, наблюдателям и организаторам выборов. Камеры не прекратят работать даже в случае отключения света. Для этого есть источник бесперебойного питания. Затем, чтобы вся техника была исправна, будут следить специалисты цифровой компании связи. Мы видим, у нас удаленный доступ есть ко всему. Мы это все видим, все намечаем, все мониторим. Если что-то вдруг, не дай бог, случается, мы все это видим, оперативно предпринимаем меры по устранению проблем. За ходом голосования будут следить и общественные наблюдатели. Их в Самарской области более пяти тысяч. Все они уже прошли обучение. Мэри Елчан, Василий Кладошов, События.